Она у меня покосилась в классе этажа от цветов. Она, значит, там покосилась, ребята говорят, ну, а как бы починить? Давайте рейку пробьем. А рейки нет, ну, чтобы она не двигалась, да? Рейки нет, что делать? Давайте довяжем веревку. А веревка поможет? Я думаю, да, интересно, а веревка поможет или нет? Поставим задачу. Так, вот, допустим, у вас имеется рамка. Допустим, для картины, да? На которой, то есть, там у вас, вы скачали, а то есть, 4 палки, скажем, да? Рамка плоская. Она у вас разболталась. Ее можно вот так, вот так двигать, то есть, превращая этот прямой убойник в параллелограмму. Понятно, да? Смогу ли я сделать ее жесткой, если, допустим, вот здесь вот одну веревку. Она при этом будет жесткая или нет? Не совсем. Какие тут положения? То есть, допустим, у вас рамка такая артена, которая вот так шатается, двигается, да? Я вот эти узлы взял, связал веревкой. Веревка не растягивается, но может сжиматься, понятно. Будет жесткая такая веревка? Нет. Почему? Ну, потому что можно все время сжать веревку, потому что можно все время концы связанной веревкой сблизить другую стругу. Да, да, не буду, а если я вторую привяжу диагональ? Зависит уже от длины веревок. А? Зависит от длины веревок. Нет. Итак, длина веревка точно соответствует длине диагонали. То есть, вот. То есть, вот, допустим, вот так, вот у меня есть мига, совершенно произвольный, что его больно, да? Он деформируемый. У него нужно менять уголь, но нельзя менять с тобой. Сжимает, разбегает, да? Прикрежать эту лепшину к этой, эту к этой. Он будет у вас деформироваться. Так, допустим, он навязал две веревки. Он будет жестким. Да. То есть, веревки вот, как бы, ровно подлинил. Я его зафиксировал в это положение, навязал жесткие веревки здесь и здесь и спрашиваю. Я его смогу деформировать? Не смогу. Он жесткий. Смогу? Нет. Нет. Припокойтесь, соединение любых концов, веревка будет, которая привязана к другим, она будет сжиматься. О! Растягиваться. Да, совершенно верно. Как только вы сдвигаете две вершины, так, у вас одна веревка расслабляется, другая натягивается. Они жесткие. Значит, поэтому вы не можете ничего сделать. Как только вы приближаете вот две вершины к другим, вот эти две другие расходятся. Геометрическое доказательство в данном случае достаточно очевидно. Если вы, например, берете треугольник с фиксированными двумя сторонами, начинаете увеличивать угол, австралийте увеличивать. Это даже на глаз. А если сжимаете, то она у вас уменьшается. Значит, поэтому вы четырехугольную рамку, произвольную, да, можете сделать жесткой плоскости, навязав всего-напсего две веревки. Так, я примерно вот эту операцию поделал в уме, потом подумал, ну да, четвергольник хорошо, две веревки хватает. Какой следующий раз возникает? Для н-угольника. Да, н-угольника. Сколько надо навязать веревок в н-угольнике, чтобы сделать его жестким в плоскости. Я не рассматриваю его там, перегибание пополам, только в плоскости. Давайте посмотрим на пятиугольник. Так, какие веревки вы тут навязали, чтобы он стал жестким? Самое маленькое количество. Две хватит? Не хватит. А ска три. А можешь показать, как это надо расположить, чтобы получилось три? Перемелывайте, что-то. Так. Так, одна. Так. Ага. Так. И вот так. Так. Да. И можно таки доказать, что эта фигура будет жесткой. Как доказывать? Так же, как мы доказывали вот эту теоретру. То есть, почему при приближении двух вершин, если какая-то веревка ослабнет, то какая-то другая веревка натянется. Вот, собственно говоря, все, что необходимо доказать. В случае пятиугольника. Как только вы, ну, допустим, у вас здесь идет, как только вы его уменьшаете, вы сможете увидеть. Вот это вот далекое у вас сожмется. Расскажем, как то есть. А вот это натянется вверх. И он будет жестким. Значит, до пятиугольника достаточно трех веревок. До шестиугольника? Четыре. Сколько? Четыре. Делаю любую машину и сделаю вот такие коленалы. Так, так. Так, три штуки, да? И затем делаю вот так. Обязательно будет жестко. Такая конструкция будет жестко. То есть пространство для фигуры, в которых имеются палки, которые вязят в пространство, это лоба не касаясь, их можно так связать веревками, что получится жесткая фигура. Видите, когда-нибудь такое, нет? Можно взять три карандаша. Так. Связать их концы веревками, и получится жесткая фигура. Вот одна, вот другая, и вот третья. Вот их концы можно так соединить веревками, что эта фигура будет жесткой. Доказать довольно-таки трудно. Вот, дома сложно. Результат с этого, что вхожающий на спех наполнен математикой.